Слово вам тоже, конечно. Бисмиллах, рахмани, ррахим. Альхамду лиллах, ва салату, ва саламу, аля Расулиля. Дорогие братья, сёстры, да сделает Всевышний наш эфир благодатный, благословенный, да принесёт он пользу, в первую очередь, мне и всем тем, кто слушает и смотрит нас. Первый вопрос, вот, что это за месяц и что он означает? Какой уровень среди остальных месяцев этот месяц у нас занимает? Немного расскажите, пожалуйста. Бисмиллах, рахмани, рахмани. Месяц Шабан, это один из священных месяцев. Он восьмой по мусульманскому календарю идёт. И этот месяц, который предшествует главному месяцу Рамадан, который является самым священным месяцем для верующих мусульман. И этот месяц Шабан, он как некая подготовка верующего к этому главному месяцу Рамадан. И, как говорят учёные, месяц Раджаб – это был месяц посева урожая, а месяц Шабан – это месяц, когда уже ухаживают за этим урожаем. То есть, поливают, смотрят за ним, и уже наступающий месяц Рамадан – это будет месяцем, когда верующий уже собирает урожай, собирает плоды, которые он посеял, и, то есть, получает награды за поклонение, за те деяния, которые он совершает, и совершал, готовился к главному месяцу Рамадан. Само слово Шабан, он имеет разные значения, разные толкования, среди которых есть значение разделять. То есть, он, месяц Шабан, он разделяет между месяцем Раджаб, который является из запретных месяцев, и разделяет между месяцем Рамадана, между священным месяцем. То есть, между ними находится месяц Шабан. И в одном из хадисов сказано о том, что месяц Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха, месяц Шабан – это мой месяц, сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение, а месяц Рамадан – это месяц моей общины, моей уммы. И для каждого верующего, конечно, это еще одна возможность, еще один шанс себя духовно подготовить и подойти к главному месяцу Рамадан. Вот здесь нам пока вопрос, так скажем, не остыл. Задали такой вопрос, если мы, может быть, вперед забегаем, есть ли определенные какие-то суннат намазы, которые совершаются в этом месяце? Конкретно в этом месяце, который совершается суннат, определенных суннат намазов нет, но любое поклонение, любой намаз, любая молитва, совершенная в этом месяце, оно, конечно, будет иметь цену, будет иметь награду от Всевышнего, особенно если эти молитвы будут такие, как ночные, то есть вставание на ночные молитвы, и вообще совершенные любые молитвы, они будут иметь, конечно же, цену. Жениться можно в любом месяце. Сделать благодатным его намерение. А мы, сначала, дальше продолжим. Вот в чем особенность этого месяца? Есть ли какая-либо особенная дата, которая выделяется в этом месяце? Вот именно в шабре месяце, что еще этого можно сказать? Ну, в истории, если посмотреть на те или иные события, особенности, которые связаны с этим месяцем, это, конечно, наверное, одно из событий, связанное с изменением кибли, то есть изменение мусульманского направления молитвы. Мы знаем, что изначально, когда мусульмане совершали молитву, направление кибли было для них, это масчиду л-Акса байтуль макдис, то есть в Иерусалиме. И вот в течение долгого времени мусульмане молились в ту сторону, и потом в месяце Шабан, то есть вот в этом месяце, видя тоску своего посланника, пророка Мухаммада, мир ему благословение, желание его направляться в сторону священной Каабы, которая находится в Мекке, Всевышний пожелал для своего посланника и исполнил его вот эту тоску, желание, и изменилось направление. И сказано, что именно в молитве произошло это изменение, верующие мусульмане за пророком, мир ему и благословение, совершали молитву, и Всевышний не спасла откровение, где они в молитве же повернулись в сторону Масчид-Уль-Харам, в сторону Каабы. Это произошло, и именно в этом месяце, как пишут историки, ученые, это великое событие. Также связано в этом месяце с тем или иным событием, или же особенность тем, это, конечно, середина ночь месяца Шабан. Это великая ночь, это такая, скажем, еще одна из, в году, особых ночей, где Всевышний проявляет свою особую милость и щедрость, и прощает людей, которые каются и просят прощения у него. И эта ночь называется Ляйла Тульбараат, ночь освобождения, ночь очищения от грехов, освобождения от огня ада. Поэтому это одно из таких, скажем, главных событий, которые мы, иншаллах, я думаю, расскажем более подробно в наших эфирах. Это ночь Ляйла Тульбараат, которая будет с 15 на 16 число, либо, как другие ученые говорят, с 14 на 15 число, в середине месяца Шабан. Ну вот эти основные те события, которые связаны с историей и особенностью этого месяца. Как проводил месяц Шабан наш любимый пророк Мухаммад А.С.? Насчет того, как проводил пророк Мухаммад и мир ему и благословение этот месяц, есть изречение, которое приводится от одного из подвижников, который спросил у посланника Аллаха о мир ему и благословении, сказав, что он не видел, как в этом месяце, что посланник Аллаха постился больше в другие месяцы. Вот так спросил один из подвижников, я тебя не видел, чтобы ты, как в этом месяце Шабане, постился в другие месяцы. В чем причина этого? И на что, мир ему и благословение, посланник Аллаха А.С. сказал, что это месяц, в котором большинство людей находятся в беспечности, то есть в забвении от Всевышнего Аллаха. И он говорит далее, этот месяц, который находится в мире, между Раджабом и между Рамаданом. То есть люди, люди в этом месяце проявляют некую слабость в поклонении, потому что был предыдущий месяц Раджаб, которым мы знаем, это из запретных месяцев, награды и достоинства, поста, поклонения, которые указаны и которые возвеличены в исламе. И человек начинает стараться поклоняться в этом месяце, в Раджабе. А потом наступает Шабан, и он немножко расслабляется. И потом опять начинает набирать духовную силу и поклонение в месяце Рамадан. И посланник Мир ему и благословение говорит, этот месяц, в котором большинство людей находятся в забвении, и он говорит, это месяц, в котором Всевышний поднимает деяния человека. То есть показывается Всевышнему за год, который он совершал деяния, поступки его, в этом месяце поднимается и показывается Всевышнему Аллаху. И он говорит, я бы хотел, чтобы мои деяния подняли к моему Господу, будучи я соблюдающим пост. То есть вот это и есть, как проводил посланник Аллаха Мир ему и благословение, он стремился совершать больше иббадата, больше поклонения и особенно соблюдать пост, дабы, чтобы его деяния поднялись к Всевышнему, и он в это время соблюдал пост. И еще вот, вот этот насчет того, что, например, люди бывают, говорят, что когда люди находятся в забвении, например, как сказал пророк Мухаммад Мир ему и благословение, что большинство людей в это время находятся в этом месте в забвении, если совершать поклонение в то время, когда люди в забвении, то такое поклонение, опять-таки, оно имеет цену перед Всевышним. То есть, есть такой вид ибадата, когда люди отвлекаются, или спят, или же отвлечены мирским, забывают своего Творца, а кто-то из творений Всевышнего в это время совершает поклонение, в это время соблюдает пост, встает ночью для поклонения, то его поклонение, оно бывает ценнее и дороже перед Всевышним в этот момент, когда люди отвлечены. Как проводили дни этого месяца праведные люди в истории? Что еще для этого можете сказать? Наши праведные предшественники, они, конечно же, знали, они понимали, какую цену имеют священные месяцы, поклонение в них. И поэтому они тщательно подходили и тщательно готовились, и рассказывается о том, что некоторые из тех, которые занимались торговлей, праведные люди, они, когда начинался этот месяц, они откладывали, оставляли свою торговлю и посвящали себя чтению Священного Корана. Они читали Священный Коран, днем постились, ночью поклонялись Всевышнему и таким образом старались не упускать ни одну минуту из этих дней, благодатных дней месяца Шабан. Другие праведники старались выплатить закат, дабы очистить свое имущество и тем самым помочь бедным людям, чтобы они тоже немножко подкрепились и подготовились к месяцу Рамадан. То есть, они этот месяц делали таким месяцем, в котором все от всего, что отвлекает, отстранялись и старались больше готовить себя, поклоняться и проводить время, использовать время с пользой и с тем, что удовольствует Всевышнего Аллаха, в котором есть. То есть, готовя себя к месяцу Рамадан. И так, каждый из праведников, они тщательно подходили и старались, даже некоторые расписывали свой график, свое расписание, чтобы не упускать попросту ни одной минуты из дней этого месяца. Амин. Такой вопрос, что я надхожу, вот в такое время, вот в наше время, да, вот такие слабые люди, как я, например, бывают люди, которые Коран умеют читать, например, да, вот они же тоже как-то могут все равно вознаграждение получить в этом месяце. Есть какие-то деяния, например, которые они могут совершать. Что вы можете посоветовать тем людям, которые Коран читают, у них Коран читает, но есть люди, которые, например, Коран труднение читают, вот в этом месяце, чтобы они больше вознаграждения получили, что вы можете посоветовать? Ну, конечно, самое легкое, можно сказать, и самое ценное из видов поклонений это зикр, поминание Всевышнего Аллаха, которым есть огромные пользы как для духовной части человека, так и для его физической стороны человека. Зикр, поминание Всевышнего. И так как этот месяц, это месяц пророка Мухаммада, мир ему благословения, то я бы посоветовал читать больше салават, брат хажи, чтобы каждый верующий увеличил число благословений чтением салавата на пророка мир ему и благословения. Это первое. Во-вторых, я нашему джамаату тоже говорю, например, мы, мечеть, хвала Всевышнему, молебные дома, есть мечети, есть места, где верующие собираются у нас на Дальнем Востоке, и можно прийти, если мы не можем всю ночь проводить поклонения, можно прийти и совершить ночной коллективный намаз джамаатом и прийти утром и совершить также коллективно джамаатом молитву. Если вот так совершать и ночной, и утренней коллективом, то сказано, что этот человек подобен тому, кто оживил ночь поклонения. То есть, вот для нас, для слабых рабов в конце света, которые оказались, для нас это облегчение. Далее, мы также можем, помимо этого, если мы не можем читать Куран, у нас есть возможность использовать все средства, которые сегодня нам по милости Всевышнего даны для обучения чтения Корана. То есть, те же самые мобильные телефоны, соцсети есть, очень много есть возможностей и есть мечети, молебные места, где мы можем подойти у того, кто умеет читать и начать обучение чтению Корана. Для этого это прекрасная возможность. И также мы можем и слушать Священный Куран. Если мы не можем читать, то есть возможность, чтобы мы могли его слушать и таким образом тоже получали награду. В любом случае, сказать, что мы такой, это не такой период, как был недавно, период атеистический, когда не было невозможностей, средств, не было мечети закрыты. Сейчас время другое и думаю, оправдания не будет перед Всевышним, поэтому надо стараться использовать все возможное, дабы изучать знания и стремиться к поклонению всеми возможными средствами. Те люди, которые не умеют читать и те люди, которые с ошибками читают, чтобы этот Куран они цитровляли, поэтому в этом, иншаллах, будет большое благо. Иншаллах. вы сказали, что салават на прок алиэссаду салам читать. Какой салават вы можете посоветовать читать, который легко запомнится людям. Может, кто-то не знает, какой салават читать. Какой салават вы можете посоветовать на сверху? Большое количество. Из салаватов я бы рекомендовал, если для простого, скажем так, который не умеет читать, взять самый простой салават и читать Аллаху масалли аля сайдина мухаммадин и аля али сайдина мухаммадин и салим. Обычный самый короткий салават взять и читать его многократно. Это есть благословение и приветствие посланника Аллаха миримого благословения. Если же есть возможность, то можно чуть больше, чуть другой формы салават читать. Формы салаватов сегодня очень много, которые можно найти и выучить и читать. Салават фатиха можно читать. Есть и другие множества салаватов. Поэтому каждый то, что он может заучить, запомнить и повторять это для него в этом будет награда и будет за это как сказано увеличение любви к пророку салли Аллаху алейхи вассаляму. На этом наверное мы иншаллах наш теперь тоже подведем к концу. Шамель Хаджи один большой жирный дуа с вас пожалуйста. Иншалла я скажу еще, что каждый тоже побольше молитвы читал в этом месяце. Каждый тоже старался больше обращаться к Всевышнему и я прошу Всевышнего чтобы было бы.